Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Климна Вячеслав. И сейчас я хочу рассказать вам о своей поездке в город Каменец-Подольский, Украина. Вот электричка повышенного комфорта. Она туда идет 7 часов. Ну, в это время вам крутят фильмы. Время пошло как-то незаметно. И вот уже пассажиры выходят. И мы с вами тоже скоро выйдем и очутимся в отеле 7 дней на украинском. Или 7 дней на русском. Отель такой очень неплохой. Он мне понравился. Стоимость всего 400 гривен в сутки. Это с завтраком. Ну, постоянно горячая вода. Чистенько, ухоженно. Бар. И вот вход в отель стерегут такие псевдо-рыцари суровые. Как антураж местный такой. Ну и по всему городу Каменец-Подольского всегда есть указатель на этот отель 7 дней. В общем, я остался доволен. Ну, а погулять по городу можно же, конечно, посмотрев достопримечательность. Это замок Каменец-Подольского. Вечером его подсвечивают. И вот такая картинка постоять, посозерцать. Очень даже приятно и красиво. Ну, а по пути, вы знаете, вот такой западный город. Потому что тут очень много польско-литовских зданий. И много очень цветов. И все относительно чистенько. Особенно там, где центр. Католические храмы тоже. Они всегда чистые. Всегда очень много цветов возле них. Вообще так, впечатление такого культурного западного города. Ну, конечно, если сзади зайти, развалины есть. Но мы сейчас с вами идем почти по центральным улицам. И вот эта дорога ведет по направлению к замку. А это ратуша. Раньше здесь был музей. Сейчас я туда уже не стал заходить. Я в Каменец-Подольском уже не первый раз. Вообще мне этот город, честно говоря, нравится. А это такой, извините, бронзовый памятник туристу. Туристу, кормильцу и паильцу города Каменец-Подольский. Вообще такой с юморком. Сделан памятник. На нужном месте такая псевдозеркалка бронзовая. Шортики, кепочка. Ну, в общем, настоящий турист, да. Я вот не понял, рюкзачок. То ли это сзади символизирует, что его разрезали. То ли это так надо. Ну, и сзади вот пачечка денег. Настоящий турист. Куча всяких пабов, всяких забегаловок. Готовят достаточно вкусно. Неплохо. Ну, и есть центр туристичной информации на Украинском. Куда можно зайти. Вот центр видите вы сейчас. И вам там девушка приветливая расскажет, куда сходить. Или поможет даже с экскурсоводом. Можно нанять экскурсовода. Ну, а если экскурсовод вам не нужен, прямо вот сейчас вы увидите по этой брусчатке, мимо вот этого храма. И вы выходите как раз к замку. Ну, и вот смотрите, какая прелесть. Кава, вид полицмейстера. Да, здорово. Опять католический храм. Мне всегда они почему-то, знаете, больше нравились внешне, чем православное. Потому что более выразительная вот скульптура просто прелесть. Ну, и летит такой воздушный шар в небе над каменцем. Тоже интересно на это дело посмотреть. А если вы проголодались, то всего лишь за 9 гривен вам кучу малины отсыпят. Ну, и если хочется развлечений, над рекой смотришь. Вот натянута такая, не знаю, как она называется. И можно за какую-то денежку вот спуститься на такой веревке на подвесе. Что мне еще понравилось. Вот памятник как бы советский, да. Ну, вы знаете, он в ухоженном состоянии. Явно кто-то убирает. И постоянно горел вечный огонь. Ну, а если вы устали, то вот такой колоритный автомобиль. Можно его нанять старинный. И в обществе шофера покататься. А вот это местная достопримечательность. Парк в центре каменца. И такие вот фигурки целующихся ангелочков, символизирующие влюбленных. Ну, и вот плавают там два лебедя, два белых. И два черных в этом пруду. Тоже можно постоять и полюбоваться. Вообще, уважаемые зрители, я рекомендую сюда приехать. Здесь красиво. Можно посидеть в парке. Вот таком полюбоваться на фонтаны. И в этом же парке вот такой символ камень. По поверью, если коснешься этого камня, то любовь будет ваша длиться долго и всегда. Называется он камень Каханья. Ну, и вот этот парк с голубями. Ну, что ж, уважаемые зрители, спасибо вам большое, что уделили внимание. Такой коротенький-коротенький рассказ про каменец. Приезжайте, вы не пожалеете. А я с вами прощаюсь. С вами был Клима Вячеслав. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok